А вот здесь удивительным образом удалось создать такой центр, вложив его в свою душу, его создатель предопределил, видимо, тоже на долгие годы вперед, ту атмосферу, в которой мы с вами находимся. Погрузиться в мир галактик, исследовать созвездия и законы Вселенной вместе с российским космонавтом-испытателем Андреем Николаевичем Бабкиным. Такую уникальную возможность получили ученики школы космонавтики имени Руслана Комаева. Сегодня здесь состоялся образовательный интенсив при участии Роскосмоса. Ну, знаете, когда оказываешься в объекте, связанном с космосом, это всегда профессиональное волнение, независимо от того, что ты долгие годы работал в этой области. Почему это волнение происходит? Потому что вспоминаешь свой путь. И когда я готовился, собственно говоря, у меня с детства эта мечта о полете в космос, я тоже проходил через различные этапы, вот такие секции. Я учился в астрономическом кружке, в техническом, в аэроклубе. И вот то, что было заложено на тех этапах, оно дает силы уже потом, когда ты обретаешь профессию и проходишь через ее трудности. Участниками мероприятия стали свыше 50 руководителей из образовательных учреждений Республик СКФО, а также Южной Осетии. Федеральный проект «Космический класс» реализуется в Северной Осетии уже два года благодаря Роскосмосу при поддержке Министерства просвещения России. Мы в 22-м году начали его реализацию, открыли первый космический класс в 28-й школе, следующий космический класс открыли в 44-й школе. У нас очень хорошие результаты работы с этими классами. Мы неоднократно выигрывали конкурсы, космический урок, вы, наверное, про них слышали, космический турнир, вышли в финал. Чуть-чуть нам не хватило до выигрыша. Проект замечательный. Главное, дети в него вовлекаются. Мы видим, они становятся невероятно мотивированы нашей отраслью космонавтики. В рамках мероприятия прошли увлекательные мастер-классы и экскурсия по музею школы космонавтики. Образовательный интенсив направлен на сохранение технологического наследия ракетно-космической отрасли нашей страны и решение проблем кадрового обеспечения. Сейчас у нас время, когда нужно будет завершать работу на Международной космической станции до конца этого десятилетия. Время, когда нужно строить свою орбитальную российскую станцию. И строится она будет на десятки лет вперед. И эксплуатировать ее будут как раз поколения людей, те, которые сейчас, это нынешние школьники. Вот чем больше их будет, чем больше будет их, собственно говоря, вклад уже сейчас в свои знания, тем выше эффективность будет их как работников потом. Школа космонавтики появилась в Северной Осетии в 2020 году. За это время научно-образовательное учреждение сделало большой прорыв в области изучения космоса ребятами школьного возраста. Результатом работы стали многочисленные победы и участие в тематических мероприятиях. Особую роль в открытии школы сыграл конструктор космических аппаратов Руслан Комаев. Имя изобретателя увековечено в названии школы. Елена Смирнова, Михаил Безуглов, Давид Кустанов, 15 регион.